В группе С Швеция обыграла Латвию 3-2, имея перевес по ходу матча в 3 шайбы. Реализация моментов у команды составила 11%. Лукас Уолмарк из московского ЦСКА заколотил 2 шайбы. Проигрышная серия Латвии достигла 4-х игр подряд во всех турнирах. Финляндия была сильнее Словакии 6-2. Победители смогли реализовать 20% своих моментов. А Алтонен из Витязя и Манинен из Салавата заработали по 3 очка. Сборная Финляндии выиграла свой 4-й матч к ряду с учётом Еврохоккей Тура. В группе А на льду сошлись две мощнейшие экономики мира. Сборная США в сухую победила Китай 8-0. Это была первая игра в истории этих сборных. Реализация бросков составила 14%. 20-летний нападающий Шон Фаррелл забросил 3 шайбы и набрал в итоге 5 очков в этой игре. Американцы имеют всего лишь одно поражение за 10 последних матчей. Канада в этой же группе проверила финалиста прошлой Олимпиады Германию 5-1. Североамериканцы смогли забросить в 18% своих случаев. Все шайбы на счету разных хоккеистов. Стоит отметить, что на чемпионате мира 2021 года немцы победили в группе 3-1, опередили канадцев в таблице и вышли в плей-офф. Расписание. 11 февраля Даня сыграет с Россией. Швеция ожидает поединок со Словакией. Чехия сразится со Швейцарией. А Латвия попробует обыграть Финляндию. Бомбардиры Фаррелл из США заработал 5 очков по системе гол плюс пас. Вместе с Финном Манниненом он является лучшим снайпером по 3 шайбы. Таблица. Группа А. США и Канада набрали по 3 очка. Германия и Китай имеют 0. Группа Б. Дания и Россия набрали по 3 очка. Чехия и Швейцария с нулем. Группа С. У Финляндии и Швеции по 3 балла. Латвия и Словакия потерпели поражение в первом туре. Смотрите итоги шестого дня на Олимпийских играх. Ставьте пальцы вверх. Услышимся.